Всем привет! Сегодня мы с вами вернемся к истокам советского танкостроения, сделаем и обсудим конструкцию первого созданного и первого серийно выпускавшегося в Советском Союзе танка МС-1 или Т-18. Ну а прежде чем мы начнем, у меня к вам небольшая просьба. Кому не сложно, отключите пожалуйста блокировщики рекламы, отблоки. Это очень поможет мне и каналу. Если не сложно, можете и короткие рекламки, которые ютуб вставляет, посмотреть. Донаты от вас спросить я не имею морального права. Кстати, очень благодарю тех, кто все же поддерживает канал донатами. А вот таким нехитрым способом вы окажете существенную поддержку мне и каналу. Ну и самое простое, это не забыть поставить лайк. Вам это ничего не стоит, всего 5 секунд вашего времени, а ютуб благодаря вашим лайкам будет значительно лучше продвигать мои видео. Со своей небольшой просьбой я закончил, а теперь перейдем к танку МС-1. Малый сопровождение первый. Нет, не машина смерти, как его любят называть в определенных кругах. В 1919 году Красной Армии удалось захватить два французских танка ФТ-17. В конструкциях была изучена и даже попытались наладить производство этих танков. Выпустили 15 штук, которые назвали Рено Русский. Но все же военных он не устраивал. Прежде всего их не устраивала его подвижность, ходовые качества, низкая скорость передвижения, а также большая масса свыше 6 тонн. Поэтому после изготовления 15 штук производство решили не продолжать, а разработать танк своей конструкции, который будет лучше по подвижности быстрее и соответственно по массе менее 5 тонн. Такое ограничение по массе было вызвано тем, что необходимо было транспортировать танки на грузовиках, а грузовики в начале 20 века были не очень грузоподъемными. Поэтому такое внимание и уделили уменьшению массы будущего танка. Да, безусловно опирались на конструкцию танка Рено ФТ-17, но все же МС-1 это самостоятельный проект и совершенно другой танк. В итоге он был разработан с 1925 по 1927 год. Экипаж, так же как и у Рено, состоял из двух человек и вообще весь танк также состоял из моторного отделения и совмещенного отделения управления с боевым. Подвеску разработали свою, она была пружина-свечная, сейчас опорные катки этой подвески делаю. Шесть опорных катков по два катка на тележке, но к передней тележке, к передней паре катков крепился еще один подпружиненный каток, который служил для дополнительного натяжения гусениц. Сейчас этот дополнительный каток с амортизатором делаю и буду прикреплять его к передней тележке. Поддерживающих катков было четыре штуки, но на различных модификациях, на машинах разных годов выпуска, как я по фотографиям увидел, их количество иногда меняется. Поэтому иногда их бывает и три, иногда всего и два катка остается. Так что тут уже от года выпуска машины зависит. Я же на своей модели, как и сказал, сделал по четыре поддерживающих катка на каждый борт. Корпус и башни танка собирались из 16 и 8-мм броневых листов. Изначально были планы использовать двуслойное и трехслойное бронирование для этого танка. Но из-за сложности изготовления таких броневых листов, от этой идеи пришлось отказаться и использовать обычную броневую сталь. Соединялись бронелисты с помощью заклепок. Довольно трудоемкий метод. Была попытка сделать сварной корпус для танка МС-1. Отправляли его на испытания. Испытывали обстрелом из 37 и 45-мм пушек. Из 37-мм пушки он показал намного лучшую стойкость, чем когда броневые листы соединяются заклепками. А 45-мм пушка уже была слишком мощной. Просто растрескивала и броневые листы, и места их сварки. Но технология сварки в конце 20-х годов, в начале 30-х годов была еще не освоенной. И хоть и корпуса и показали более лучшую стойкость в сварном исполнении, приняли решение так дальше и производить танки методом заклепывания. Корпус танка разделялся бронеперегородкой, которая отделяла боевое отделение и отделение управления от моторно-трансмиссионного отделения. В этой перегородке была двухсорчатая дверь, через которую осуществлялся доступ к двигателю для его обслуживания изнутри танка. Двигатель танка заслуживает отдельного упоминания. Бензиновый, карбюраторный, четырехцилиндровый однорядный двигатель. К сожалению, фотографии я его не нашел, нашел только вот такую схему. Довольно сложно по ней было воспроизвести двигатель, но, надеюсь, получилось что-то похожее. Но особенностью этого двигателя было то, что он создан в одном блоке вместе с цеплением и коробкой передач. Очень и очень интересно решение создать силовую установку в таком виде, когда все находится в одном блоке. Довольно, мне кажется, сложная эта конструкция, тем более для страны, которая до этого вообще не выпускала танки, танковые силовые установки, не имела никакого опыта производства. И ко всему этому еще огромным преимуществом этого двигателя стало то, что его устанавливали поперек корпуса танка. Это существенно сократило длину танка, длину корпуса, и за счет этого и выполнить требования военных по уменьшению массы танка, сокращение ее до 5 тонн в сравнении с 6-тонными исходного Рено ФТ-17. Поэтому поперечное расположение двигателя и имело такое немаловажное значение. Касательно отделения экипажа, все имело очень простую конструкцию, в этом плане довольно легко было делать этот танк. Кресло мехвода с рычагами, педалями, приборной панелью, АКБ и коробкой передач. А в боевом отделении полки для магазинов для пулеметных патронов, боеукладка снарядов вдоль бортов и деревянный ящик, возможно, с инструментами на полу боевого отделения. Вот, можно сказать, и все внутреннее убранство данного танка. Еще планировали поставить на эти танки радиостанции, но так до конца выпусков, до конца эксплуатации эти планы и не воплотились в жизнь. В том числе выпускалась башня с развитой кормовой нишей. Я у себя сделаю обычную шестигранную башню, но, как ранее сказал, выпускались башни с развитой кормовой нишей. Эта ниша и предназначалась для того, чтобы устанавливать в нее радиостанции. Даже больше скажу, эти радиостанции были спроектированы и построены, но из-за того, что было плохое взаимодействие между инженерами, не учли внутренние заклепки, и эти заклепки и помешали штатно установить радиостанции в ниши башни. И в итоге, в дальнейшем, эти ниши башни использовались для хранения боекомплекта для пушки. А для связи использовали только флажковую сигнализацию. На надгусеничных полках были установлены два топливных бака, каждый емкостью 110 литров. Расположены они были в ромбовидных броневых отсеках. Сверху на этих отсеках были крышки горловин топливных баков, а задняя стенка откидывалась на петле вбок для дополнительного доступа к этим топливным бакам. Башня шестигранной формы с большим люком для наблюдения сверху, со смотровыми щелями. Если в танке Рено ФТ-17 этот люк можно было использовать только для наблюдения, то на танке МС-1 он был увеличен и вполне позволял залезать через него в башню. Основным орудием была 37-мм пушка Гочкиса и сдвоенный пулемет Федорова калибром 6,5 мм. Затем этот пулемет был заменен на пулемет ДТ. Сейчас в башне я закрепляю кожаный ремень. Изначально командир танка, он же стрелок и наводчик, располагался просто стоя. Это было, думаю, не очень удобно. Не было у него своей сидушки. И вот решили это таким способом. Прикрепили петлю из кожаного ремня, в которую он и садился. Так как танк получился очень коротким, он часто застревал при преодолении окопов и различных рвов. Для этого к кормовой части крепили специальную металлическую раму с листом снизу. И эта конструкция и позволяла преодолевать такие препятствия немного успешнее. В носовой части снизу устанавливали петлю для эвакуации танка, также клаксон и фару. Фара, когда начинались боевые действия, отстегивалась и убиралась в боевое отделение. В этом плане модель довольно легкая, мало на ней внешних элементов, обвесов. Но вот сделать несколько сотен заклепок, это было весело. Фух, все, с заклепками разобрался. Осталось повесить две последние петли, и на этом модель будет закончена. Первое боевое применение состоялось в 1929 году в ходе конфликта на КВЖД. Было отправлено туда 10 танков, поучаствовали они в поддержке пехотных атак. Особых успехов эти атаки не имели, но при этом ни один танкист не погиб. Хотя и было несколько поврежденных машин, в основном от взрыва гранат. Очень ограниченно эти танки использовались и во Второй мировой войне, в начальный ее этап. К тому времени они уже крайне устарели, тяжело их было ремонтировать. В качестве запчастей зачастую использовали детали, снятые с других танков, а большинство вообще переделали в неподвижные бронированные огневые точки, демонтировали с них двигатели, трансмиссию, по башню закапывали в землю. Именно тогда установили на них 45-мм пушки, и в виде таких фортификационных сооружений они и участвовали в обороне. В том числе на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан, стояли на вооружении в таком виде до 1950-х годов. Благодарю всех за просмотр, не забывайте подписаться на канал, а в следующем видео у меня планируется тяжелый американец. До новых встреч в моей кинохронике, товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова